Три весёлых буквы в меню кофеин по всему городу. CBD – обязательный ингредиент в диете уже не только бруклинских хипстеров. Канабидиол, CBD – значительная составляющая гонопли, не обладает психоактивными свойствами. Наукой это доказано. Чем обладает CBD? Доказано не вполне. Но для энтузиастов продукта достаточно и личного опыта. Никаких побочных эффектов типа эйфории, как у обычной марихуаны. Вы расслабитесь, будете лучше спать. У всех свои причины употреблять CBD. У меня лично спортивные травмы. Я принимаю CBD от болей. Когда погода меняется или влажность скачет, у меня колени так и ломят. Моя мама принимает его по утрам и вечерам от артрита, от бессонницы и нервозности, от стресса. В кафе у Яниса белые стены, блестящие хром-кофемашины. Чисто, как в аптеке. И сам он аккуратный, подтянутый, внимательный. Далек от стереотипного любителя марихуаны. Мастерски приготовленный капучино на меня лично оказывает позитивное действие без лишних добавок. Янис не настаивает. Каждому свое. Мы можем добавить CBD в любой напиток из нашего меню. Мы также продаем уже готовые напитки, содержащие CBD от производителя. Чистый продукт, без вкуса и запаха, растворяется в горячем напитке без осадка. Янис – перфекционист. И тесто для пирожков у него из Греции, и порошок CBD от производителя из Колорадо. Вопрос скептика. Вот вы говорите, я должен принимать CBD в течение недели, чтобы почувствовать результат. Если мне станет лучше, как вы докажете, что это эффект CBD? Может, погода улучшилась? Вы сразу почувствуете улучшение в том, что касается сна и снижения стресса. Именно поэтому многие мои клиенты принимают CBD по утрам с чашечкой эспрессо. Ко мне и старушки приходят. Им нужен CBD от боли в суставах, что ли. Если они говорят, что им помогает, значит, это работает. Они же не будут зря деньгами швыряться. Молодой предприимчивый иммигрант из Греции идет в ногу со временем. В Бруклине эту гомеопатию предлагают все. От аптек и продовольственных лавок до кофейн и булочных. Спрос диктует. Кофешоп в прогрессивном бушвике больше похож на районный клуб для нонконформистов всех мастей и оттенков. Кофеиновый андерграунд. Детище Иэна Форда, бывшего диджея и вечного рокера. Теплым весельным вечером Иэн предлагает успокаивающий чай из гибискуса. Я попросил со льдом. А если бы я к этому CBD подмешал, изменился бы цвет напитка? Очень вкусно, но я думаю, мне и этого достаточно для релаксации. Сам Иэн принимал CBD лишь однажды, когда на работе свернул спину. Он говорит, что популярность средств среди его клиентов, безусловно, связана с исходным веществом. Началось из-за того, что этот продукт из марихуаны. Но если серьезно, люди просто поняли, как CBD действует, какие медицинские показания. Кому-то помогает от боли и воспаления. У других стимулирует аппетит. Некоторым даже при посттравматических расстройствах помогает. CBD-тренд настолько свежий, что законодатели на него еще не успели отреагировать. Принцип «разрешено все, что не запрещено» действует и здесь пока. Частично это старый рефлекс. Мол, марихуана надо запретить. Но я думаю, есть здесь и логика, в смысле дозировки. Нельзя просто сыпать порошок без меры. Нужно знать, сколько рекомендовано употреблять. Так же, как с солью, например, с сахаром или жиром. Умудренный опытом рок-н-ролла, Иоанн уже сейчас требует от поставщиков результаты лабораторных тестов. Таблицы и графики наглядно показывают. Увеселительной составляющей продукт не содержит. Но последнее слово за городскими властями. С 1 июля правила в Нью-Йорке могут ограничить продажу чистого каннабидиола в кофейниках и ресторанах. На газировку и конфетки с CBD это не распространяется. Так что Иоанн может расслабиться.